Здравствуйте! Это программа «Чувствительная» и, как всегда, ее ведут Светлана Сорокина и Ирина Воробьева. Здравствуйте! У нас, по традиции, замечательные гости. Других у нас в программе в этом не бывает. У нас сегодня серьезная тема. И я представляю наших сегодняшних гостей. Это один из основателей сайта «Спид-центр» Антон Красовский. Антон, добрый день! Здравствуйте! И эксперт Фонда помощи в области СПИДа в России Денис Гладлевский. Денис, здравствуйте! Здравствуйте! У нас сегодня тема «Всемирный день памяти жертв СПИДа». Это, собственно, тот самый день. Как он появился? Расскажите про этот день всемирный. Это 15 мая, соответственно. Да. Мы просто хотим, чтобы наши гости как-то нам рассказали, что... Это 3-е воскресенье мая. Это день без фиксированной даты. Обычно он отмечается. Некоторые люди, к сожалению, употребляют слово «празднуется». Почему? Отмечают его в 3-е воскресенье мая. И это тот день, один из двух дней в году, когда во всем мире, в первую очередь, люди близкие, которые столкнулись с тем, что их партнеры, их родственники ушли от этой болезни. Их с нами нет. Вспоминают их. И это, в первую очередь, день памяти. Ну, и, на мой взгляд, для всех остальных это тот день, когда мы можем говорить о том, что может быть сделано, для того, чтобы смерти от СПИДа больше не было. По-моему, второй день – это 1-е декабря. Да. 1-е декабря – это Всемирный день борьбы. Всемирный день борьбы. Два раза в год. А нужно бы каждый день вспоминать о том, что происходит. Я хочу еще напомнить о том, что в этом году еще одна дата. 35 лет назад, насколько я помню, появилось само понятие этого заболевания в Соединенных Штатах. Да. Или увязали с этим вирусом некоторые смерти. Да. Изначально болезнь называлась болезнь 4-х Г. Да. Героинщики, гемофилики, геи и гаитяне. Потому, что вот в этих сообществах отметили на тот момент еще непонятность, с чем связанную высокую смертность, наличие определенных заболеваний, которые позже, как стало понятно, являются оппортунистическими или сопутствующими заболеваниями при ВИЧ-инфекции. И, действительно, 35 лет назад, собственно, стало понятно, что, в общем, есть некий вирус, который приводит к тому, что у людей умирает, исчезает иммунитет, ослабляется, если говорить простыми словами. И это приводит к смерти, если их не лечить. И цифры, вообще-то, колоссальные. Цифры ужасные. Я вычитала о том, что где-то 42 миллиона сегодня носители вируса. Ну, во-первых, никто не знает, сколько реально. Это правда. Потому, что есть некие формулы, по которым вычисляются эти цифры. Вот сколько сейчас живет в мире людей вообще? Типа 7 миллиардов, 42 миллиона, но при этом мы же не понимаем реальную цифру. Здесь ВИЧ-инфекция абсолютно так же, особенно если учитывать страны Африки и фантастически растущие, с точки зрения вируса, именно 300 человек Азию и Китай. Да, где вообще непонятно, сколько, например, ВИЧ-инфицировано в Бангладеш. А в Бангладеш живет людей больше, чем в России. Вот. Мы знаем, что 32 миллиона, да, или 34 миллиона умерло от СПИДа, в принципе, вот до, вот с этого самого, условного 81-го, хотя началось все гораздо раньше, конечно, как мы понимаем, до нынешнего 2016-го. И больше уже, чем эти 35 миллионов, живет. Да, мы понимаем, что, наверное, сейчас, вот несмотря на то, что есть официальные данные про 875 тысяч, которые сейчас живут с ВИЧ в России, мы понимаем, что, конечно, с ВИЧ в России живет значительно больше, потому что в России чудовищно все происходит с тестированием, и это более того происходит, потому что государство все эти годы бойкотировало тестирование на ВИЧ, да. Даже вот то, что сейчас мы видим в эти дни, когда в первый раз вот эта самая дата отмечается более или менее официально, вот Светлана Медведева сфотографировалась с хэштегом «Стоп ВИЧ спит». И все это происходит под ее патронажем ее фонда, но при этом мы понимаем, что на самом деле, чем больше протестируешь, тем больше найдешь, а, соответственно, государству придется больше лечить. И вся вот эта масштабная акция, которая сейчас происходит по ВУЗам, которая сейчас происходит при поддержке этого Медведевского фонда, а, соответственно, по всем регионам страны, связана с совершенно ужасающим состоянием антиретровирусной терапии в центрах СПИДа по всей стране. Есть центры, в которых нет вообще ничего, вот приблизительно вообще ничего, как в Москве. людей снимают со схем, людям, то, что называется, дают отпуск, да, от лечения. Это значит, что 2-3 месяца, как минимум, люди не будут получать вообще никакой терапии в принципе. Да, при том, что стоимость терапии, на самом деле, которую они получают, они получают совершенно чудовищные лекарства, те, которые мы в Америке лечили, например, в конце 90-х. Ну, окей, в начале нулевых. Да, вот эта вот схема с зедовудином, которая давно-давно Довольно токсичная. Много таблеточная. Она не самая токсичная, но у нас есть регионы, где дают истовудин, который самый токсичный, от которого прям вот горб вырастает в течение полтора лет. Ну, это точно 90-е, да? Ну, это прям вот, нет, вот, свет, нет, не 90-е. Значит, зедовудин в Америке зарегистрирован в 1988 году. О, как. Для лечения ВИЧ. Изобретён в 60, кажется, в 2008 году. Вот. Это вообще первое лекарство ВИЧ, и, собственно, поэтому все люди, которые сейчас живут в Америке, ну, так сказать, инфицировались в 80-е или там 70-е годы, они делятся вот на две категории – дожившие до зедовудина и недожившие до зедовудина. Так вот, зедовудин – это главное лекарство сейчас в России. Его в Америке нет уже, никто его не употребляет. А в России это главный лекарство. 90% всех людей, которые здесь употребляют антиретровирусную терапию, сидят вот на этом зедовудине, и его нет. Так это связано с чем? Именно с деньгами? Связано это с тем, что Минздрав провалил закупки. Провалил закупки. Причём не Минздрав, даже федеральный, а Минздрав и региональный. По регионам провалены тендеры. За это, конечно, несут персональные ответственности местные министры, местные вице-губернаторы по социалке и, в конечном итоге, губернаторы. То есть, регионы, в которых нет сейчас антиретровирусной терапии, в этом виноваты губернаторы и мэры. То есть, деньги были? Деньги были. Деньги были, конечно. Деньги перечислены Минздравом. Минфин отдал Минздраву. Минздрав федеральный, скворцовый, значит, всё перечислило в регионы. А регионы вот уже 4 месяца не могут разыграть тендеры. Из-за этого люди остались без лекарств. Вот каждый из министров здравоохранения или как вы там сейчас называетесь, подойдите сейчас к зеркалу, плюньте в это зеркало, нарисуйте эту красную ленточку, с которой сфотографировалась Светлана Медведева и готовьтесь. Готовьтесь. И здесь смысл-то в том, что если отмотать немножко назад, понимаете, мы, получается, имеем дело с таким экспериментом. До 2012 года закупки были централизованы. Все закупки осуществлял Минздрав. Была единая цена, отыгрывались торги. После этого препараты развозились в регионы. И тогда были перебои. И в 2010 году они носили достаточно массовый характер, когда международные доноры уходили из России. Все это начинало брать на себя государство. Но к 2012 году постепенно как-то Минздрав научился это все проводить, делать это все быстрее и так далее. В 2012 году все это децентрализовали. Отдали в регионы, причем общественные организации тогда выли и кричали ни в коем случае не делайте этого в этом году, подготовьте регионы, обучите людей. Потому что люди не знали, как объявлять закупки, по какой документации, как составлять тендеры и так далее. Это все передали. Регионы кое-как провели закупки в 2012-13 году. После этого у нас поменялось федеральное законодательство о закупках. И на смену 44-му закону пришел 94-й. И, значит, людям опять никто ничего не объяснил, как по новому закону все это делать. Я работаю 7 лет. Ни одного года, начиная с 2009-го, я не помню, чтобы в стране не было перебоев. Всегда перебоев. И вот ситуация, опять же, если так послушать Дениса, кажется, что это некая стагнирующая ситуация. Всегда были перебои и Минздрав тогда. Но, вообще, хочу сказать, что весь правда. Ведь когда в 2010-м годе вы говорите, это значит, что в стране жило зарегистрированных 400 тысяч человек. А сейчас миллион человек. А при этом есть распоряжение большой комиссии под представительством премьер-министра Медведева. Она была в октябре месяце прошлого года. Это об увеличении количества людей, принимающих терапию в стране, ровно в два раза. Сейчас в среднем по стране, ну, как утверждает Минздрав, это 30 процентов. Это, конечно, не 30 процентов, а типа 22. Но даже если будет лечить 40 процентов, это значит, что надо увеличить финансирование в два раза. При том, что, как мы понимаем, большое количество лекарств импортное, никакое импортозамещение тут не действует. У нас, значит, рубль стал стоить в два с половиной раза дешевле, а количество людей надо увеличить в два, а бюджет никто не увеличил. Поэтому, например, получает условный регион, скажем, большой регион, получает условный миллиард. Назовем эту цифру так. И вот на этот миллиард он должен купить условных, вернее так, пролечить людей в три раза больше, фактически, чем он лечил еще три года назад за те же самые деньги. Понятно, что регион, в общем, не очень понимает, как с этим справляться. Я там читал несколько интервью, а вот я же делаю сайты, там, мы эти вот эти републикуем, этих каких-то региональных министров, этих региональных начальников СПИДового центра, они же ничего не понимают сами. Вот Денис правильно сказал, их надо было научить. Так а что научить? Люди же сами ничем не интересуются. Люди, например, на полном серьезе утверждают, что в России лекарства дороже, чем в Америке, а это не так. В России лекарства, даже американские лекарства дешевле в семь раз. А сейчас, например, Московская область по нашему местному тенофавиру, это вот главное такое лекарство мировое, сторговался до того, что тенофавиру сейчас месячный курс будет стоить 300 рублей. 300. Это значит, что Московская область наконец переведет людей из Довудина на тенофавиру. Это прорыв для России прямо абсолютнейший. Вот. То есть, люди не понимают не то, что как провести эти закупки. Они не понимают, что они есть эти закупки, что покупать вообще на эти закупки. Они не понимают разницу между препаратами. Они не понимают ничего про резистентность. Они считают, что их пациенты идиоты. И, в общем, глобально, когда они приходят в свои эти центры СПИДа, у них есть основания так считать. На самом деле, вот они идут по этим набитым коридорам. Коридорам, набитым людьми с очень трудной судьбой. А люди с ВИЧ-инфекцией в огромной своей массе – это, конечно, люди с очень трудной судьбой. Это люди, принимавшие внутривенные наркотики. Это люди, которые, правда, из очень бедных слоев населения. Поэтому люди и не могут пойти в аптеку, например, и сами купить себе вот эту схему, которая стоит, условно, 6 тысяч рублей в месяц. И претендует на государственное обеспечение. Они не претендуют, а государство обязано им это обеспечить. И люди, в общем, абсолютно в своем праве говорят – дайте нам наше лекарство, которое вы обязаны нам давать. А врачи, на самом деле, ведь боятся сказать – ребят, у нас нет ничего. Идите в аптеку. Вот вам схема, вот вам цена в аптеке. Идите и купите. Дорогие врачи, начинайте уже это говорить. Если у вас нет лекарств, говорите людям, что у вас их нет. И отправляйте их. Говорят – отдохните. Отдохните. Вам сейчас не надо. Слушайте, я так посмотрел ваши анализы, у вас вообще так все отлично. Давайте сделаем перерывчик. Вот так же люди говорят. Тем, кому нужно начинать терапию по показаниям, например, ее откладывают и говорят, что у тебя пока все нормально с анализами, начинай попозже. И я здесь абсолютно согласен с Антоном. Здесь нужно понимать – врачи, к сожалению, на мой взгляд, во многом такие заложники ситуации. Конечно, конечно. Потому, что у них есть там свой главврач, у того есть там свои администраторы здравоохранения. И когда сверху приходит, в общем, команда – таблеток нет, никому ничего не назначать, тянуть как можно. Ну, как бы врачи вообще крайние в этой ситуации. Потому, что я не верю в существование в спеццентрах Российской Федерации врачей, которые сознательно хотят убивать пациентов. Ну, это надо понимать, что врач хочет вылечить. Но, попадая в ситуацию, когда он и сказать ничего не может, и сделать ничего не может, я, на самом деле, врачам не завидую. Я всегда призываю всех врачей тоже говорить пациентам и общественным организациям официально, неофициально сообщать о том, что реально происходит. Потому, что общественных организаций хоть какая-то пока. Хорошо. Свобода есть. А что может сделать общественная организация? Вам приходят пациенты и говорят, нет лечения. Что может сделать общественная организация? Вот ваше. Большое количество прокурорских проверок было инициировано именно пациентами с помощью общественных организаций, когда просто помогали писать заявления, объясняли, что делать, куда идти, кому жаловаться, как бороться за свою жизнь. Это можно в суд, конечно, подавать, но мы прекрасно понимаем, что в стране в общем непонятно сколько денег. И условно говоря, даже по суду, мы привыкли к тому, что какой-нибудь силовик скажет и все вздрогнут. Вот там генеральный прокурор Чайко сказал, что Минздрав провалил закупки во ФСИН. Во ФСИН же вообще тоже нет таблеток нигде. А там, как мы понимаем, вообще 10% людей, находящихся сейчас в российских колониях, они ВИЧ-положительные. Даже как нет таблеток вообще? Вообще нет. Ну, никак. Как в Москве? В колониях нет лекарств для ВИЧ. В 2017 году за закупки во ФСИН отвечал Минздрав. То есть, все закупки раздали в регионы, но вот для ФСИН продолжал закупать Минздрав. И Минздрав тоже провалил. Минздрав 5 или 6 раз объявляли тендеры, и к ним никто на эти тендеры не выходил. Они говорят, Минздрав, публично на конференции региональной по ВИЧ-спиду, они это заявили, что вот мы объявили, такие дистрибьюторы плохие, никто к нам не приходит. Вот, значит, ругайтесь с дистрибьюторами. Общественники идут к дистрибьюторам, дистрибьюторы говорят, так они объявляют по заниженным ценам, нам невыгодно поставлять в Россию по такой цене препараты, мы ничего не можем сделать. И ты вот начинаешь искать, что называется, крайнего, а в это время во всем таблеток нет. А вот время в колониях нет. Понятно. И вот Юрий Чайков говорит, что Минздрав провалил, и что толку? Ну, ничего. А давайте вот просто я коротко пока там следующий вопрос, просто к вопросу понять масштабы цифр, да, по людям. Значит, 34 миллиона умерло уже, 40 миллионов живет, да, то есть 75 миллионов в целом где-то с этой болезнью сталкивались и еще, видимо, до… Но это мы про мир говорим. Про мир, конечно. Но мы вообще сейчас, я вот говорю про мир. И еще, наверное, столько же столкнутся, да, то есть 150 миллионов будет. Это больше, чем унесли первые две мировые войны людей, да, вместе с испанкой. То есть это как бы глобальное действительно катастрофическое заболевание для всего мира. Ну, эпидемия. Послушайте, а какие у нас регионы наиболее тяжелые в этом отношении? Иркутск, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Ну, вот такая она десятка. Она остается неизменной, вот там на протяжении многих лет они меняются. Ну, это наркотребление. Ну, все, что связано с наркотреблением. В первую очередь. В первую очередь. Ну, конечно, самое главное у нас поражение – это Екатеринбургская область. Промышленная екатеринбургская область. То есть все, что мы знаем от Евгения Ройзмана про наркоманию и где вот оно сосредоточено, оно сосредоточено там. То есть там регион, в котором специалисты центра СПИДа говорят о том, что они лечат сейчас 70, вернее так, у них 75 тысяч на учете на регион. А при этом они честно говорят, что у нас, конечно, 250. Вот просто сейчас было какое-то совещание, я его там читал, и там прям вот зам главного врача прямо говорит, ну, мы-то понимаем, что у нас 250 тысяч живет с ВИЧ-спидом, да, в регионе. Понятно, что огромный совершенно центр поражения – это Поволжье, Самара, где там в Тольятти 3% населения, всего населения, да, от нуля до 89 лет живет с ВИЧ, потому что город депрессивный, ничего они там не делают, несмотря на то, что кто-то катается на желтых латах калинах, да. Вот. И 3% – это значит от всего. А от группы поражения, то есть от 16 до 60 лет – это 10% в реальности, да. То есть если исключить младенцев и стариков? Конечно, конечно. Если исключить то, что, ну, как мы считаем, не является, как раньше называлась, группой риска, да, но тем не менее мы все равно понимаем, сколько там детей и сколько там стариков. И, кстати, к вопросу о детях и стариках. Вот Антон сказал о проваленных программах по тестированию. Оппоненты скажут, ну, это же неправда, у нас в стране ежегодно тестируется, вот в прошлый год официальная статистика – 28 миллионов образцов крови на ВИЧ-инфекцию. Мы тестируем там почти четверть населения страны. Друзья мои, во-первых, 28 миллионов – это не людей, а образцов крови. Понимаете? Кого-то можно тестировать дважды за год, трижды за год. Практически эти анализы требуют при любом вмешательстве. Совершенно верно. Это люди, которые попадают на госпитализацию, это люди, которые не относятся к так называемым группам риска. Те, кто себе медицинскую книжку делает или покупает там. Совершенно верно. И вопрос-то в том, что вот эти целевые направленные программы тестирования на потребителей наркотиков, на мужчин, которые практикуют секс с мужчинами, на секс-работниц, они реализуются в настолько малом объеме и не имеют государственной системной поддержки, в том числе быстрыми тестами. Потому что, ну, вы можете себе представить потребителя наркотиков, которого там берут кровь, во-первых, их поди возьми, а во-вторых говорят, ну, ты через неделю приди за результатом. Да, да. Это вообще, на самом деле… Еще очень смешно. Прости, пожалуйста. Мы получаем для сайта все эти новости по поводу этой акции. Соответственно, каждый регион рапортует. Вот мы там сейчас, Светлана Владимировна Медведева, мы вместе с Минздравом. И каждый, значит, каждая новость начинается так. Тюменская область, Алтайский край, там Свердонская. Проходит неделя бесплатного тестирования на ВИЧ. Значит, котики мои, дорогие региональщики, дорогие Минздравы, региональные начальники спидовых центров, врачи и журналисты, хочу вам сообщить, что вообще у нас в стране тест на ВИЧ бесплатный. Это не то, что вы там неделю какую-то проводите, а это вы вообще работаете вот так. Вот так вообще устроена медицина и тестирование. То, что вы никогда этим не занимались в своей жизни и обратили на это внимание, потому что вам по Кремлевке позвонили и вы с перепугу там наложили в штаны – это ваши проблемы. А тест в России на ВИЧ бесплатный, хотя все, на самом деле, вот 50% анализов делается в платных клиниках, в платных кабинетах. Тебе туда идут, потому что быстро. Да, потому что быстро, там точно тебе, наверное, гарантируют анонимность. Хотя я бы сказал точно. А я вот знаю, что в инвитро везде висит там объявление, что надо сделать паспорт. Я много раз это с инвитро выяснял и так далее. То есть, аноним не очень получается. Не всегда. В государственных можно, но, опять-таки, как? Вопрос же в том, как к тебе это отнесутся. Нет, а потом, слушай, была новость чудовищная о том, что в медицинских картах, вот в этих вот государственных поликлиниках, чуть ли не на обложке писали, что ВИЧ-инфицирован. По-моему, это был страшный скандал. И красным шрифтом. Так и делается. А что в регионах? Ну, что ты, Денис, ну какие регионы? Вот мне, я не буду называть фамилии, но это просто вот одна из, так сказать, одна из инициаторов вот этой акции «Стоп ВИЧ свит». Она мне просто рассказывала сейчас историю… В Москве? Да не просто в Москве, чуть ли не в поликлинике Кремлевской. Она приходит туда, говорит, хочу сдать тест. А я говорю, а зачем вам? Вы что, у вас с наркоманами, что ли, у вас были контакты? Зачем вам вообще он нужен? Вот так вот, на самом деле, люди относятся к этой проблеме в поликлинике. Послушайте, ну что-то ведь меняется? Вот в отношении, в, не знаю, в подходе… Ну что-то меняется? Ну что-то меняется? 35 лет. Все-таки, когда жена премьер-министра фотографируется с хэштегом, но, честно говоря, для нашей страны, которая к этой болезни относится как к чуме, это правда прорыв. И за это, кстати, спасибо огромное и Светлане Медведевой, и Дмитрию Медведеву, который поддержал эту инициативу. Это честно, это правда. Даже пусть это не закончится ни одним рублем, который пойдет в договор. Нет, это хорошо, конечно. Если открутить чуть-чуть назад, давайте, вот, основная масса движений каких-то началась после того, как была проведена правительственная комиссия, на которой, наконец-то, спустя столько лет, в общем, того, о чем мы говорим, да, и мы, это общественные организации в первую очередь, и специалисты медицинские говорят об этом, что у нас эпидемия, у нас вообще завал, спеццентры не справляются, система не справляется, помогите. Медведев, наконец, сказал, да, у нас эпидемия. Прекрасно. Мы ее признали. Ну, и там был разработан, опять-таки, комплекс целей, так их назовем, которые нужны в конце прошлого октября. Но теперь весь вопрос заключается в том, мы будем декларировать и палочно пытаться достигнуть каких-то индикаторов на бумаге и играть с статистикой, или мы реально начнем что-то делать все вместе для того, чтобы ситуацию изменить. Потому что пример к вопросу о лечении, опять-таки, еще один пример со статистикой, как с тестами. 220 примерно тысяч, говорит Минздрав, у нас сейчас на лечении. Ситуация дошла до того, что у нас на протяжении последних лет пациенты сами мониторят государственные закупки, потому что, в общем, не понимают, куда деваются таблетки. И вот по результатам пациентского мониторинга тех таблеток, которые в прошлом году закупили, их может хватить, если из них составить схемы полноценные и лечить людей год, их может хватить на 160-180 тысяч человек. Фармакомпании говорят, что по их подсчетам 180 тысяч человек, собственно, можно вылечить. Откуда взялось 220? А вот на этот вопрос, прошу прощения, будет ответ после перерыва, потому что нам сейчас нужно буквально на пару минут прерваться. Я напомню, что у нас сегодня в гостях программа «Чувствительный» журналист, один из основателей сайта СПИД-центра Антон Красовский и эксперт фонда помощи в области СПИДа в России Денис Годлевский. Сейчас продолжим. Продолжается программа «Чувствительная». Здесь в студии Ирина Воробьева, Светлана Сорокина. Мы говорим о Всемирном дне памяти жертв СПИДа. И у нас в гостях один из основателей сайта СПИД-центра, журналист Антон Красовский и эксперт фонда помощи в области СПИДа в России Денис Годлевский. Денис, так в итоге, что за цифры и сколько может пролечить реально наш Минздрав? Как говорят коллеги, и та версия, к которой я склоняюсь, ситуация заключается в том, что в статистике учитывают всех пациентов, которым назначили терапию, но не учитывают либо учитывают с большой задержкой тех, кто с нее сошел через несколько дней, через два месяца из-за побочных эффектов, из-за того, что ему не смогли квалифицированно оказать помощь, сменить схему и так далее. Или просто из-за недисциплинированности. Ну, всякое бывает. Разные могут быть ситуации, но люди сходят с терапией. Этот процент очень большой. И вот за счет этого у нас из года в год эта вилка того, что говорит Минздрав и того, что реально видит и бизнес, и видит пациенты по отдельности, она все больше и больше. Она растет. Она была гораздо меньше в 2010 году, когда начинался этот независимый мониторинг. И сейчас мы видим, что она увеличивается. Это к тому, что нужно, наверное, более как-то профессионально посмотреть детально индикаторы успешности программ, в том числе по лечению. Например, а сколько людей у нас остается на терапии спустя год после начала? Спустя два года. Ну, некие кипяи, которыми никто не будет заниматься, конечно. Слушайте, здесь же вопрос не только в терапии, не только в том, что сколько людей остается. Вопрос в том, что вообще мы, так сказать, в России наконец пришли к той стадии эпидемии, когда мы говорим о том, что люди от эпидемии не умирают, а с ней живут. Соответственно, вместе с этим происходит большое количество изменений подхода. То есть, это значит, что, так сказать, спидцентр является не только поликлиникой, выдающей таблетки, а это как бы организация, которая смотрит за тем, как люди стареют, какие происходят гериатрические болезни, что у людей с ревматическими болезнями на фоне ВИЧ, как у них работает сердце на фоне ВИЧ и так далее. То, чего в России нет в принципе, потому что нет на самом деле никакой науки, связанной с ВИЧ, в России как таковой. То есть, вообще, вот эта пропасть между, скажем, американской или, допустим, как-то не странно будет звучать, испанской медициной и русской медициной в области ВИЧ, она фантастическая. То есть, понятно, что здесь есть десяток врачей, которые очень много понимают, про этим интересуются, ездят на конференции. Но это мало. Когда им, да, оплачивает какая-нибудь фармкомпания, которая давно не оплачивала, или фонд, который может что-то заплатить. Но это мало. Но у нас-то врачей, как мы понимаем, в стране десятки тысяч. И поэтому мы говорим, что вообще надо как-то менять систему. Я просто хотела несколько, два слова сказать про то, о чем наши многие слушатели даже не понимают, про эту самую терапию. Действительно, это болезнь, с которой можно теперь жить долго. Рожать детей. Да. Рожать детей. Кстати говоря, здоровых детей. Потому что эти таблетки, особенно последнего поколения, они как бы до такого уровня давят этот вирус, что практически он не влияет на качество жизни никаким образом. Но таблетки нужно пить регулярно. Практически всю жизнь надо пить эти таблетки. Практически всю жизнь, без перерывов, без каникул. Никаких каникул здесь быть не может. И, конечно, стало лучше, когда вместо, не знаю, десятка, а то и двух таблеток, как это было раньше, теперь можно принимать чуть ли не одну таблетку, а говорят последние исследования, что можно будет какую-то инъекцию себе делать и жить неделю-другую на этом. Да, это вот самые последние исследования, которые представляли. Вот по поводу последних исследований, то, о чем говорил Антон, это практически любая болезнь, которая косит много людей. Мы так смотрим в новостях науки. Ученые из такого-то университета сделали такой опыт, такой опыт, такие результаты, такие результаты. Это классная цивилизация, но когда это дойдет до России, неизвестно. И это не только что касается СПИДа, это все болезни, онкологии, альфгеймеры, все то же самое. Здесь более-менее понятно, потому что таблетки уже есть. Когда это дойдет до России? Когда самолет прилетит с таблетками, тогда это и дойдет. Он может завтра прилететь, может через 15 лет прилететь. Здесь вопрос в том, каким образом Россия к этому будет относиться и как она будет взаимодействовать с цивилизованным нормальным миром. Если Россия будет заниматься жульничеством, этим своим наглой позой, в которой она стоит последние 7 лет, и импортозамещением, которое она пытается делать, которое стыдно показать даже индусам, то, конечно, не будет ничего. А если Россия будет договариваться с мировой фармой, если Россия будет строить нормальные человеческие заводы, если Россия будет понимать, что есть разные пациенты, для которых нужны разные препараты, в том числе и не импортозамещенные, и если Россия наконец поймет, что вот это такая болезнь, в которую надо вложить деньги, потому что это все-таки инфекционная болезнь, и она разовьется. Нет вариантов. Вот важная история. Здесь, если подавлять этот самый вирус, то это же и профилактика. Человек не будет распространителем болезни далее, если он будет лечиться. А вдумайтесь, если у нас около миллиона, а это, видимо, так, носителей, а лечится только 22%, 220 тысяч, и то, вопрос еще, как они лечатся, то сколько же у нас рисков, по большому счету? Для всех буквально. По-моему, здесь никто не может считать себя защищенным. Ну, здесь это один момент. Я немного не согласен с Антоном в части импортозамещения. Почему? Потому что я абсолютно согласен, что переговоры с мировой фармой необходимо продолжать, и нельзя их убирать в пользу одного только подхода, там, мы сейчас все импорты заместим. Но правда заключается в том, что опыт таких стран, как Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка, а Южная Африка – это та страна сейчас… А ЮАР на первом месте же была. Конечно. Она была на первом месте. Она была на первом месте. У них генерализованная эпидемия. Там, по-моему, 10% населения. В этой связи что? Даже больше. Ух. Они за последние 10 лет увеличили охват антиретровирусной терапии, внимание, с 300 тысяч человек до 3-х с половиной миллионов. А сейчас они планируют охватить, по-моему, то ли 6, то ли 10 в ближайшее время. Расскажите, что все-таки это происходит потому, что существует открытое принудительное лицензирование в странах Африки, которое в России не будет. Не потому, что русские такие, а потому, что это значит, что когда Всемирная организация здравоохранения, ну, скажем так, разрешает, это более сложная процедура юридически, но разрешает стране выпускать лекарства без покупки патента или получения патента. Эти страны признаются по большому количеству критериев, не под одним из которых Россия не подпадает. Прежде всего, это критерии бедности. Россия страна богатая. С точки зрения Всемирной организации здравоохранения и Украины страна богатая им только что запретили тоже делать. Они как раз в отличие от русских хотели. А русские уже отказались, потому что это одновременно связано с членством во Всемирной торговой организации и так далее. Никакой принудительной лицензии у нас не будет. Это факт. Абсолютно. Нет, Денис, это факт. Значит, решение принято. Это я вам прямо говорю, и более того, я прямо обладаю инсайдом. Принудительной лицензии у нас не будет. Будет у нас договор с мировой фармой. Значит, договор с мировой фармой может быть двух категорий. Либо они считают какие-то вещи уже немножко вчерашними, что, например, сейчас совершенно точно произойдет со всей прошлой, опять же, сложная сейчас будет для слушателей и для вас история, сплошной тенофавировой линейки. Вот сейчас американцы изобрели новый тенофавир, который в десять раз менее токсичный, чем предыдущий. И вот, соответственно, всю линейку тенофавира они перевели на новый тенофавир. Вот ТАФ. А там есть теперь новая трувада, ну и вот все-все новое. А все старое, соответственно, оно останется. И эти патенты откроют или будут продавать. То есть, мы можем претендовать на старое. Мы уже производим свой тенофавир. Тенофавир мы свой делаем. Но мы не делаем свои комбинированные препараты. И комбинированные препараты мы делать можем. Просто у нас нет на это патента. Может быть, он у нас на это появится. Ира, ты не задавал свой любимый вопрос. Спроси хотя бы сейчас. Я все к нему пытаюсь. Просто тут жалко прерывать гостей. На самом деле, расскажите нашим слушателям вообще про вашу организацию, как вы стали этим заниматься. Чтобы они понимали просто, может быть, как вам помочь или же как вы им можете помочь. Ну, наш фонд работает не во всех, в нескольких регионах России. Мы поддерживаем в партнерстве с нашими… Сейчас переговорю. Мы поддерживаем в сотрудничестве с нашими партнерами в центрах СПИД программы в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, в Татарстане. Так будет правильно сказать. В первую очередь, эта программа, которую мы делаем с некоммерческими организациями местными, направленная на тестирование. В первую очередь, уязвимых групп тех самых, но и общего населения в том числе. Регулярно проходят акции, которые направлены на то, чтобы вообще повысить осведомленность людей о том, что такие тесты есть. Есть быстрые тесты, когда результат ты можешь узнать достоверный в течение 10 минут. Это абсолютно анонимно. Мы объясняем людям, что верность и воздержание – это, безусловно, прекрасно, но также есть еще и презервативы, которыми нужно пользоваться. И это тоже очень важная история, про которую у нас, к сожалению, не говорят. Частично мы поддерживаем клинические программы, то есть, это поставка препаратов и так далее. У нас организация зарабатывает сама. У нас международный фонд, у нас есть ветка, которая занимается бизнесом, и прибыль с этого бизнеса полностью идет на содержание фонда. Это есть Health Foundation, я правильно понимаю? Да. Объясните, пожалуйста, как вы будете сейчас вообще выживать в контексте… Секунду. Сейчас… Это следующий вопрос. Это следующий был вопрос. Как? Вы же наверняка тут видели эти поправки. Видели, но на данный момент закон об НКО иностранных агентах у нас не касается, потому что мы представительство иностранной организации Российской Федерации. Наши проекты зарегистрированы в Минюсте. Я даже… Я даже… Нет. Ну, слушайте. То есть, когда люди у вас берут грант или что-то, они не являются… То есть, это как бы российская… Это российские НКО, которые не являются иностранными агентами, естественно, потому что… А где вы это иностранный агент? Нет, нет, нет. Все филиалы… У Гринписа такая же история. Нет, мы не агент, потому что закон об иностранных агентах, он распространяется на российские НКО, а мы филиал иностранной организации. Нам не нужно… Хорошо. А люди, которые берут у вас грант, они становятся иностранным агентом? На данный момент нет. Но, по изменению… Я думаю, что будут поправки, все будет. Сейчас мы будем смотреть на то, что будет происходить в Госдуме, и уже смотрим очень внимательно на эти первые чтения, и с партнерами у нас, конечно, идут разговоры о том, как это все будет дальше выстраиваться. Но тут ситуация такая, что, знаете, похоже, что если закон примут вот так, как он сейчас написан, то у нас там 99,9% НКО будут под него подпадать. Это точно. Вопрос в том, что, на мой взгляд, это совершеннейший идиотизм, когда люди реально занимаются делом, у них при этом нет возможности найти на это средства внутри страны. Они получают их там, где могут. И они не идут на какую-то смену власти, они идут реально на помощь конкретным людям в этом регионе, чтобы они узнали о своем ВИЧ-статусе, остались живы. А кто будет разбирать это, Денис? Кого это интересует? Это про все НКО можно сказать. Тут понятно. Давайте вернемся. Сначала про Дениса. Денис, а вы как вообще начали этим заниматься? Вы кто по профессии? Я психолог по профессии. У меня 2 образования менеджера по продажам и психолог. Отличная комбинация, да? И как вы, подождите, зачем вы начали этим заниматься? Изначально я работал в реабилитационном центре по лечению алкоголизма, тоже еще одна такая проблема, которая у нас в стране стоит. А после этого, после того, как я познакомился со своей будущей супругой, которая открыто живет с ВИЧ-инфекцией уже много лет, я стал как-то больше узнавать об этом. Сначала, естественно, для себя, и затем постепенно, шаг за шагом вовлекся в эту проблематику и уже стал работать. Очень большое количество моих людей, друзей, моих знакомых живет с ВИЧ-инфекцией, с гепатитом С. Ну и, в общем, это те вещи, которые не оставляют меня равнодушными. Антона, спроси. Да, сайт СПИД-центр. Сайт СПИД-центр – такая вещь, которая появилась в поддержку Московского областного центра СПИДа. Это не официальный сайт Московского областного центра СПИДа. И, в конечном итоге, он уже и перестал им быть. То есть, он планировался. Нам хотелось развить вокруг большого региона с огромными проблемами, где 40 тысяч человек живет с ВИЧ-инфекцией, какую-то активность. Потому что, например, центр по борьбе со СПИДом Московской области находится в полуподвальном помещении в городе Москве в 400 квадратных метрах на 40 тысяч человек. То есть, абсолютно неприемлемая ситуация. Ни губернатор, ни руководство области на это не обращают, в общем, никакого внимания, скажем честно. Вот. И так получилось, что я просто дружил с людьми, которые в этом центре работают и помогал делать им несколько рекламных кампаний. А потом вот как-то все это закрутилось в этот центр, и сейчас это все в итоге закрутится в фонд. А, все-таки вы приходите к фонду, да? Все-таки мы приходим к фонду просто потому, что есть и сайт, есть и большие профилактические кампании, которые все равно есть, есть и акции. Сейчас идет акция на дожде буквально, и это акции социальной какой-то рекламы. В общем, наши ролики, например, сейчас как-то задействованы вот в эту большую всероссийскую акцию «Стопович спит» с фондом Светланы Медведевой. И мы все равно будем этим НКО. Как мы будем выживать в контексте этого НКО и в контексте нового закона об НКО, мы пока не понимаем. Я понимаю. Вот сейчас мы… В трудное время затеяли. Да, мы в трудное время затеяли. Но, с другой стороны, мы понимаем трудность этих времен. И, как сказал Александр Стольевич Волошин, это не кризис, а это наша новая реальность. Она навсегда. Это правда. Поэтому жить, либо мы в ней живем, либо мы уезжаем и умираем. Мы пока не собираемся ни умирать, ни уезжать. Вот. И будем здесь что-то делать. Вот сейчас, например, 18 мая открывается юридический форум в Санкт-Петербурге и член Печенческого совета нашего фонда Константин Добрынин, бывший сенатор и ныне вице-президент Федеральной палаты адвокатов, будет представлять наш фонд и вообще тематику ВИЧ на панели о медицине и о реформах в медицине. В частности, мы хотим каким-то образом посодействовать переменам закона. Ну, например, у нас есть 122-ая статья, криминализирующая ВИЧ. У нас есть, в общем, непонятки с тем, как работает реально 38-й федеральный закон, дестигматизирующий, вроде бы, людей с ВИЧ, но при этом мы понимаем, что тысячам и тысячам людей отказывают в операциях, в стоматологических вмешательствах. Во всем абсолютно людям, живущим с ВИЧ, отказывают. И хочется это как-то на законодательном уровне поменять. Слушайте, ну вот получается, что это не только медицинская тема, но и правозащитная. Конечно. Не в последнюю очередь, потому что здесь столько вопросов, которые связаны именно с социальной стороной, с тем, как люди живут с этим. Ну, безусловно, вообще, на мой взгляд, исторически борьба с ВИЧ, она, в принципе, была борьбой за права человека. Ну, и не только в нашей стране, а вообще по всему миру. Потому что… За главное право человека, за право на жизнь. Такая лакмусовая бумажка, которая показывает то, как те или иные системы справляются вообще с тем, чтобы эти права… То есть, когда мы говорили, что право на жизнь есть абсолютно у всех людей, а не вот у каких-то есть, а какие-то могут, в принципе, и подохнуть. Сейчас в Нью-Йоркском метро, да, вот американские активисты тогда, в 1980-е годы, доказали, что нет, любые люди имеют право на жизнь. И, собственно говоря, благодаря им, вот этой горстке людей, которые выходили перед Белым домом, перед мэрией Нью-Йорка, выходили на эти акции, которые дрались с этой американской фармой, со всеми остальными людьми, с юристами, выигрывали суды. Благодаря ним, вот этим людям, сейчас живут вот эти 40 миллионов на земле и будут жить. Потому что благодаря им появилась вот эта лекарство. Слушайте, а как меняется и меняется ли вообще отношение людей, в целом общество к людям с этой болезнью? Можно дополнивать? Вот меня всегда удивляло, почему тот же гепатит С – страшная история, но почему-то… И, кстати говоря, часто получаемое такими же там способами, да? Да, легче. Даже легче, потому что это, по-моему, гораздо опаснее само… Гораздо более аффекционное… …более инфекционное заболевание. Но почему всегда гепатит С не считался такой вот чумой и не вызывал такого отторжения, как ВИЧ? Ну, сейчас, возможно, я тут буду прямо в меньшинстве. Частично это связано с ролью, которую сыграли средства массовой информации, на мой взгляд, в свое время. Когда было очень мало информации об этой болезни, когда как раз появился вот этот устойчивый, еще не умерший, к сожалению, штамп чума XX века и так далее, и так далее. Вот такая демонизация, связанная прежде всего со страхом и непониманием. Но нужно очень четко отдавать себе отчет в том, что времена изменились. Ну, мы живем в XXI веке. Сейчас люди, живущие с ВИЧ, умирают во всем мире от старости. От того, что они принимают антиретровирусные препараты. Люди, живущие с ВИЧ, не опасны в быту. Да. Люди, живущие с ВИЧ, не передают вирус даже при так называемых рискованных контактах, если они получают антиретровирусную терапию, и вирус в их организме подавлен. Это те вещи, которые… Ну, вот, знаете, о чем мы говорим? У нас люди к стоматологу не ходят регулярно, а мы хотим, чтобы у нас все сдавали бесстрашный тест два раза в год. Нет, ну, бесспрашно сдавать тест – это одно, а вот… Спокойно относились к людям, живущим в ВИЧ. Вот, спокойно относились – это, мне кажется, гораздо важнее. Вот это меняется или не меняется? Ну, на самом деле, люди, люди в общей своей массе, они гораздо более толерантные, чем нам кажется. То есть, вообще, вот, как бы, к некому явлению, ну, вот скажи людям, он там спит, да, они скажут – ой-ой-ой. А покажи им, так сказать, соседку с ВИЧ-инфекцией, они уже не будут говорить – ой-ой-ой, это то же самое происходит с геями, то же самое происходит с гепатитами. Мне кажется, это все-таки столичная нестигматизация. Слушайте, Свет, нет, нет, это не столичная. Совершенно нестигматизация изменилась к лучшему. В маленьких городках тоже изменилась? Слушайте, более… Слушайте, вы не везде, но, вот, например, есть же действительно вот эти очаговые регионы, в которых там в каждом маленьком городке, в каждом подъезде по два ВИЧ положительных человека, да. И люди с этим уже смирились, они к этому привыкли. И вообще, на самом деле, все-таки русский человек, он такой сопереживающий человек, на самом деле, в глубине даже своей души какой-то. Все-таки так? Конечно, да. Все-таки вот эта баба Маша, пенсионерка, она как-то сострадательно относится к девочке, которая странным образом получила ВИЧ, и баба Маша кажется, что она вот сейчас помрет, и может быть, даже девочке надо помочь. Девочка не помрет, баба Маша помрет быстрее, совершенно точно, даже при том, что принимает очень плохой этот дзидовудин. Вот. Но к гепатиту С все-таки есть разница между ВИЧ и гепатитом С. Потому что все-таки, понимаете, начиналось это все тогда, когда люди начали одномоментно быстро умирать. Сразу и везде. Вот прямо на улицах шли, падали и помирали. Клиники были переполнены. А от гепатита С такого не было никогда. А кроме того, мы опять же говорим, в 21 веке живем. Ну да, в 21 веке ВИЧ – неизлечимая болезнь. А гепатит С – излечимая. Ну, на данный момент. Уже излечимая. Уже да. Уже да. Я об этом и говорю. Конечно, хочется надеяться, что через какое-то время найдут и эту. Убить эту заразу, да? Буквально две с половиной минуты. Я хотела вернуться к началу нашей программы, к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Вот что люди могут сделать, что для них будет какой-то призыв, что они могут сделать, чтобы как-то в этой акции поучаствовать. Не знаю, какие-то фотографии в соцсети выложить, куда-то прийти. Сходить сделать тест. Да. Это невидимое, что я хотел попросить делать наших слушателей. Проверьте свое здоровье. И сделайте это, пожалуйста, неоднократно. Да. Потому что важная история не в том, чтобы сдать тест на ВИЧ и успокоиться, а приучите себя делать это раз в полгода. Особенно, если вы сейчас поймали себя на мысли о том, что, ну, ко мне это не относится. Вот тогда к вам это относится в первую очередь. Именно так. Недавно у меня произошел разговор с моими приятелями, которые сказали, что нет, но мы – это семья. Друзья мои, слушайте, я просто вот что хочу сказать. Понимаете, вот есть такие организации, в частности, Центр СПИДа, которые расклеивают рекламу про крепкую семью. Вот вирусу плевать, крепкая у вас семья или слабая. Понимаете, вирус он не думает. Вирус хочет размножаться и жрать. Жрать и размножаться. Вот такая у него структура. И проникает он абсолютно странным образом. И проникает он везде, среди всех, и так далее. Самым старым человеком с ВИЧ в России является 96-летняя девушка. Да. И он, более того, отказался от терапии, потому что ему сказали, что он еще 10 лет так проживет. И он пошел 10 лет жить. Понимаете, ВИЧ еще пять лет назад. Каждый год назад было 400 тысяч в России. Сейчас миллион. В 2020 году точно будет 2, а это в реальности 3,5. Независимо от того, как мы будем бороться. Никакие пропагандистские программы, никакие вот это все не помогают. Поможет только таблетка. Вот есть у нас таблетка, значит мы останавливаем эпидемию. Есть у нас деньги на эти таблетки, значит мы останавливаем эпидемию. Не дает Минздрав денег на таблетки, не дает Путин денег на таблетки. В конечном итоге это Путин дает эти деньги на таблетки. Значит эпидемия остановлена не будет. Она будет распространяться. Более того, она сейчас будет распространяться в основном в крепких, как вам кажется, семьях. И еще один момент. Очень коротко. Очень коротко, пожалуйста, пользуйтесь презервативами, если вы вступаете в контакт с не очень знакомым вам человеком. И даже если с очень знакомым, ВИЧ-статус которого вы не знаете, лучше узнать. Это же нормально абсолютно. Серьезно. Это же нормально. Люди проверяются на болезни и говорят об этом друг другу. Сообщать партнеру о своем ВИЧ-статусе и узнать у него его, это нормально. И пользоваться презервативами нормально. Это не отменяет все истории про моногамию верности и воздержания, но презервативы тоже существуют. Будьте честными со своими любимыми людьми и, пожалуйста, проверяйтесь. На этой прекрасной ноте приходится прощаться. Спасибо большое нашим гостям. Это журналист, один из основателей сайта СПИД-центра Антон Красовский и эксперт Фонда помощи в области СПИДа в России Денис Годлевский. Спасибо вам большое. Спасибо.